Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война» вопрос 3599. «Почему в церкви нет проповедей об абортах, от которых погибает столько нерожденных детей?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Просто вы не были в городе Новоалтайске, в Свято-Георгиевском храме. Там и иконы есть для страдающих после абортным синдромом виновности. Статистики по староабортному синдрому по России нет. Есть и более достоверная статистика по этой беде. В стране ежедневно совершается до 18 тысяч абортов, то есть до 6,5 миллионов ежегодно. Вот что ожидает посягнувших на убийство в очреве. Перитонит – одно из наиболее тяжелых заболеваний, возникающих после аборта. Это воспаление брюшины, которое может привести к смертельному исходу, особенно у ослабленных людей. Перитонит часто приводит к вторичному бесплодию. Сепсис – общее заражение крови, крайне тяжелое заболевание, нередко приводящее к смерти. Постабортный синдром – стрессовое расстройство, вызванное эмоциональными реакциями на полученную вследствие аборта физическую и эмоциональную травму. У женщин могут развиться депрессия, озлобление, чувство вины, страха, чувство собственной неполноценности, сексуальные дисфункции, мысли о самоубийстве, пристрастие к алкоголю и наркотикам. Население России – 148 миллионов, 30 миллионов человек, женщин – 78 миллионов, детородного возраста – 36 миллионов. Всего в год происходит примерно 4 миллиона абортов учтенных. Из них мини-абортов более 900 тысяч, то есть 26% от всего числа абортов. Криминальных – 600 тысяч, то есть приблизительно 15% от всего числа абортов. Соотношение числа абортов на 100 родов растет. В 1988 году – 166 абортов на 100 родов. В 1992 год – 225 абортов на 100 родов. Ежегодно в России прерывает беременность 40 тысяч девочек до 17 лет. Аборты у первобеременных. 1985 год – 3%, 1988 год – 4,5%, 1990 год – 6%, 1992 год – 7,5%. Причины смертности после криминальных абортов – сепсис – 80%, кровотечение – 14%, перитонит – 6%, причины смертности после медицинских абортов – кровотечение – 46%, сепсис – 34%, общие заболевания, то есть заболевания неполовой сферы – 12%, аллергические реакции после наркоза – 4%, травмы – 3%, нарушение кислоосновного состояния организма – 1%, частота ранних осложнений, то есть сразу после аборта, травмирование мышечного слоя матки – 24,5%, кровотечение – 0,58%, инфекция – 1,44%, перфорация матки – 0,06%, травма шейки матки – 0,36%, осложнение развивающегося первые два месяца после аборта, хроническое воспаление придатков – 18%, эрозия шейки матки – 11%, эндоцервицит – 7%, нарушение менструального цикла – 4%, осложнение развивающегося через два года после аборта, хроническое воспаление придатков – 12,5%, эрозия шейки матки – 10,5%, эрозия шейки матки в сочетании с хроническим воспалением придатков – 2,7%, кольпиты – воспаление влагалища – 1,7%, примуя до Соломона – 12,5%, и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях – Левит, 20, глава, 4, 5, стих. «Если народ земли не обратит отчаясь своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо моё на человека того, и народ его, и истреблю из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха». Молох – отвратительный идол огня, похоти, которым поклонялись не только аммонитяне, но и евреи. Истукан с большой бычьей головой и человеческими протянутыми руками нагревался изнутри до коления, а затем в его руки бросали маленьких детей, крик которой заглушался шумной музыкой. Некоторые толкователи Библии считают, что сначала детей убивали, а потом уже приносили жертву Молоху. Иезекииль 16.21 «Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь». Иезекииль 23.39 «Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили к святилище моё, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моём». Иса 57.5 «Разжигаемую похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающий детей при ручьях между расселин и скалом» Псалом 105.37 стих «И приносили сыновей своих и дочерей своих жертву бесам». Чем аборт лучше описанного здесь? Следствием искусственного аборта нередко являются разрывы шейки матки, перфорации шейки и стенок матки, то есть нарушение целостности органа медицинскими инструментами, которое может произойти после неоднократного выскабливания матки, вследствие чего её стенки становятся неполноценными и сточенными. В зависимости от места расположения раны производится либо зашивание, либо даже удаление этого жизненно важного органа. В последующих родах может произойти разрыв матки, что приводит её к удалению. Шейка матки также становится неполноценной, с рубцовыми изменениями, что приводит к невынашиванию последующих беременностей. Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки, которое приводит к привычному невынашиванию беременности и вторичному бесплодию. Количество бездетных детей, бездетных семей в России приближается к 20%. Эндоцеревицит – воспаление слизистой шейки матки, приводит к тех же последствиям, что и предыдущие заболевания. Четвёртое. Параметрит – воспалительный процесс в околоматочной клетчатке. Обычно возникает следствие проникновения бактерий через шейку или непосредственно через стенку матки. При параметрите может возникнуть нагноение, абсцесс, а при его самопроизвольном вскрытии – длительно незаживающие свищи, патологические ходы, которые могут соединить влагалище и прямую кишку, влагалище и мочевой пузырь. Пятое. Воспаление придатков матки, яичников и маточных труб. При воспалительном процессе в маточной трубе появляется выпад, который, скапливаясь в её просвете, склеивает стенки и нарушает проходимость. При гнойном воспалении может произойти расплавление стенки маточной трубы, приводящее к перитониту. Воспаление придатков матки чаще всего приводит к вторичному бесплодию или вне маточной беременности, когда плодное яйцо прикрепляется не в полости матки, а в маточной трубе, на яичнике или в брюшной полости. Шестое. Пельвиоперитонит. Это заболевание характеризуется ограниченным воспалением тазовой брюшины, возникающим чаще всего при наличии воспаления в околоматочных клетчатке или придатках матки, а также после перфорации матки. Пельвиоперитонит очень часто приводит к вторичному бесплодию, так как в воспалительный процесс вовлекаются органы малого таза, происходит образование спаек, что нарушает функцию яичников и проходимость маточных труб. Римлянам 1.27. Делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Исайя 1.15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. От жалоб на судей, на сильных и на богачей лев вышит из терпения, пустился сам свои осматривать владения. Он идет, а мужик, расклавший огонек, наводя рыб, изжарить их сбирался. Бедняжки прыгали от жару кто как мог, всяк, видя близкий свой конец, метался. На мужика разину взев. «Кто ты? Что делаешь?» спросил сердит о лев. «Всесильный царь!» сказал мужик, оторопев. «Я старостую здесь над водяным народом. А это старшины, все жители воды, мы собрались сюда. Поздравить здесь тебя с твоим приходом». «Ну, как они живут? Богат ли здешний край?» «Великий государь!» «Здесь не житье им, рай!» «Богам о том мы только и молились, чтоб дни твои бесценные продлились!» А рыбы между тем на сковороде бились, на сковородке бились. «Да чего же?» лев спросил. «Скажи ты мне!» Они хвостами так и головами машут. «О, мудрый царь!» мужик ответствовал. «О, не от радости тебя увидя пляшут!» Тут старосту, лизнув, лев милостиво в грудь, еще изволя раз на пляску ей взглянуть, отправился в дальнейший путь. Крылов, 1821 год.